И еще один есть у нас материал. Называется COD VP Blue Cover. Синяя крышка. Вот название материала. Так, ну что, бросок второй слой потолка. Так, парни, всем привет! Очередное видео с объекта. Сегодня есть возможность у нас наконец-то тестировать еще один материал от SMIT. Фоксиль COD VELUR мы тестировали. И еще один есть у нас материал. Называется COD VP Blue Cover. Синяя крышка. Это уже влагостойкая краска повышенной прочности. Образно-стеновая краска для влажных зон подходит. И как раз сегодня мы будем красить на объекте ванную и санузел и откосы этим материалом. Итак, посмотрим, что у нас тут с ведра. Какая густота. Если нужно будет, разведем, процедим. И начнем, наверное, с десяточки сопла. Посмотрим, дуется, не дуется. Если не будет дуться, естественно, подымем повыше. Двенажку поставим. Посмотрим, на каких давлениях, что как раскрывается. Ну, все, в принципе, как обычно. Ну, и потом покрасим потолок. Высохнет. Посмотрим, какой эффект. Итак, смотрим, что за материал. Все, значит, смотрите. Вот такое ведро у нас. 15 литров. Вот так вот называется материал. Крышка синяя. Здесь у нас основная информация с большего. Вот название материала самого. И вот у нас небольшое описание. Прочное полуматовое износостойкое финишное покрытие нового поколения для завершающих работ по отделке помещений, обладающих высоким водо- и грязеотталкивающими свойствами. Небольшая инструкция по применению. Основные параметры можно будет прочитать. Здесь есть QR-код. Отсканировать. Состав. Состав вододисперсионная полимерная композиция с добавлением минерального наполнителя, загустителя, вспомогательных веществ. Не содержит растворителей, вредных, токсичных веществ. Пожаровзрывы экологически безопасны. Все. Смотрим, что у нас здесь. Мы уже ее перемешали по густоте. Материал достаточно густой, по крайней мере для меня. Практически семейный классик. Шпаклевка. Поэтому я сейчас не буду здесь сильно долго думать, по 5% добавлять воды. Я смело сюда добавлю 10%. Перемешаем и посмотрим. Добавили мы 1,5 литра воды на 15 литров. 10% развели. Естественно, уже получше стало. Намного получше. Думаю, на этом остановимся. Все-таки не хочется, чтобы материал где-то в свойствах своих терял. Поэтому заряжаемся и пробуем сопла. Подкидываем десятку. Фильтр в ручку пистолета будет сотка. Пробуем, на каком давлении начнет раскрывать факел и будет ли десятка пропускать фракцию краски. И, в принципе, если десятка отработает, то понятное дело, что двенадцатка и выше все это возьмет. Итак, зарядили аппарат. Давление в спокойном режиме. Где-то 7,2. Ну, 72 атмосферы. Пятьсот десятое сопло стоит. В принципе, пробуем. Чуть больше ложек в центр, сверху большой промежуток. Попробуем немножко приподнять давление сейчас. Поставим где-нибудь на 90, наверное, поставим. Так, поставили на 90, посмотрим сейчас. Все, зона плавная, нету резкого ухода в распыл. В принципе, где-то на этом давлении будем работать. Пока пятьсот десятое сопло работает, ребят, пока это в режиме теста. Сейчас пойдем, я буду муть потолок, я уже на объеме там буду видеть. Если будет забивать десятку, ну, естественно, все это озвучится и просто поменяем на двенашку. Я просто потом скажу, что десятка как бы не совсем подходит. Пока работает, будем с десятки работать, чтобы было более понятно. В таком режиме мы можем не узнать, может потом подзабивать. Поэтому идем красить. Всем пока. Все это посмотрите. Смотрите, у меня что-то, вступили, что я могу сказать. Бэказай, пожалуйста, присоединяйтесь тебе. Увидимся, колокол. Увидимся, колокольчик,一個 недоченьки. Стенантин, пожалуйста, влюбить. Всем пока. Вảюсь. Увидимся, колокол. Так, ребят, подкрасили мы код VP Blue Cover, первый слой, значит, по ощущениям, через десяточку, да, дулось, наверное, на всем объеме один раз где-то забилось, и то так прострелило, как бы даже не надо было сопло разворачивать в другую сторону. Поэтому, значит, очень похожа она мне на код велюр по нанесению самому, даже по звуку, как бы работы вот сопла вот этого, да, единственное, что код велюр, как вы видели в роликах моих, он такой пожиже был, это покрытие, эта краска дает такой же практически, может, чуть-чуть там пару единиц больше блеска, но в принципе это матовое покрытие. По своим свойствам, то, что мы заметили после покраски, натягивается очень-очень сильно, нужно быть, сейчас подойдем там к откосам, я покажу, ну, уже наглядно, в чем вообще суть, нужно очень хорошо отнестись все-таки к подготовке, потому что если где-то какие-то пропуски, где-то протирчики, что-то еще, ну, как бы будет видно, очень сильно натягивается. Так, в принципе, по комфорту работы, по, скажем так, расходу с десяточкой, такой достаточно небольшой расход получился, я думаю, где-то грамм примерно, ну, 120. Естественно, что без воздушки это все зависит еще от самого человека, который наносит материал, нужно там и спать за пистолетом. И хотелось бы еще добавить по укрывистости, то есть, если где-то у вас остались какие-то черные карандаши нестертые или что-то еще, ну, прям ждать такой, наверное, укрывистости, как от Капасилана не стоит. Все-таки в одном слое перекрывает слабенько, вот, немножко добавить бы укрывистости краски было бы вообще бомбезно. Поэтому сейчас покажу вам, о чем шла речь про подготовку и про укрывистость, и пойдем дефектонемся и второй слой кинем. Так, ну вот, скажем так, откос, практически при естественном освещении, вроде как все неплохо. Вадим, а посвети сейчас фонариком, то есть, вот, понимаете, да, вот, если где-то, особенно на наружных углах у нас имеются какие-то вот такие вот вещи, чуть выше, вот, вот такие, то, то есть, здесь и фоксель, и код VP, и вот все равно есть просад. То есть, сейчас это дефектонем, шпакленем, подчистим, может, даже сим-лайтом отработаем и передуем откос вторым слоем. Сейчас по укрывистости посмотрим. Так, вот это наша ванна, которая в видео, да, засветилась. Вот, вроде бы все неплохо, так как примыкания у нас прокрашивались для перехода цвета той краской, которая была на стенах, такой легкий беж. Вот, вот, стоило где-то быстро сделать проводку, как вот, например, в этой зоне, и вот видно, что не совсем закрыло именно в этом месте, да, видно такой вот в углу, где сопряжение клинтуса и потолка, чуть-чуть темнее участок. Ну, вторым слоем, конечно, закроет, но вот это надо учитывать. То есть, ну, к примеру, если был быка по селам, то он бы закрыл с одного слоя. Ну, и достаточно неплохо краска держит форму все-таки. Сейчас покажу вам туалет. Так, вот, достаточно неудобно здесь было красить. То есть, здесь у нас вот такая конструкция. Сережа уже наклеил плинтусов. И очень узко. И такая была боязнь, потечет, не потечет. Здесь было 310 сопло. При условии, что на мокрую казалось, что вот-вот-вот сорвется, ничего не сорвалось. Все как бы натянулось. Прямо четко-четко подчеркнуло все границы плинтуса. И, кстати, здесь тоже был фоксель. Фоксель за счет своей такой мотирующей добавки, немножко шершавенький. Он классно держал эту краску и сама краска, в принципе, неплохо держала форму. Так, ну что, простой второй слой потолка. Распаковали ванну. Матовая краска, еле-еле какой-то вот сверхвиден на свет. За второй слой все вот это дело у нас закрасилось. Переход четкий. Нигде ничего, никаких подтеков. Кстати, за счет того, что краска тонкая, даже ничего не пришлось подрезать, там еще что-то. Все четко оторвалось. То есть деликатку на переходе цвета оторвали, просто и радовались. На самом деле, вообще классно оторвалось. Так что, укрывистости бы ей побольше, и было бы бомба. Такая вот ванна. На стенах, кстати, Urban, мат Urban. Закончили мы покраску Code VP Blue Cover. Значит, плюсы-минусы, вообще, общее впечатление. Влагостойкий, высокопрочный материал. Достаточно, я бы сказал, тонкослойный. Очень высокое натяжение материала. Сразу же, скажем так, что влечет за собой хорошую подготовку. То есть подготовка должна прям быть хорошей. Высокое влагоудержание в материале. Особенно при своей грудкраске, при фокселе. Прям висит так достаточно долго. По минусам, наверное, ну, как бы не сказать сильно, что минус. Он все-таки за два слоя укрывает нормально. Но укрывистости можно было бы чуть-чуть, скорее всего, побольше сделать. И материал. Материал, ну, минимум два слоя должно быть. То есть два слоя, как бы, чтобы просто он даже толщину набрал. Мы там распаковывали ванну, когда, да, где-то от пленки отклеивался материал. Такой прям тоненький-тоненький. Но при этом неплохо так тянется. Значит, как я уже сказал, краскам со степенью блеска примерно тройка, наверное. Все зависит от подложки, на которую мы ее наносим. То есть, если, допустим, мы работаем по фокселю, фоксель еще структурку добавляет. Меленькую, примеленькую. То есть там более матовый будет эффект. По, допустим, здесь кондорфарбогрунт была, более гладкая грунткраска. Там чуть-чуть такое ощущение, как будто блеск больше. Тут все зависит еще от того, на какое основание мы ее наносим. Довольно комфортная в работе. С десятки, говорю, отдулась. Как я говорил выше, один раз только и то не забило сопло, пробило. Чувствовалось, что, скорее всего, даже не в материале дело, потому что все процежено было. Скорее всего, где-то уже в пистолете видно или в шлангах что-то. Скорее всего, в пистолете под иглой где-то собираю. Кстати, пистолеты рекомендую все-таки распручивать, прощищать периодически. Вот сегодня вводим мыл пистолет, разобрали. Там достаточно собирается грязи много. И может просто подкидывать в сопло. Даже чистый материал будет казаться, что забивает. Если информация по код ВП Блукавр была полезной, ставим пальцы вверх. С вами, как всегда, был канал о ремонте и отделке про семинар Брест. Не забываем подписываться на канал. Я желаю вам всем удачи, крепкого здоровья. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин